МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытаюсь вам вкратце, не вдавая сильно подробностей, потому что не нужно заморачиваться по этому поводу. Для чего это делается? Это делается специально, чтобы вы пришли к нам послушать, они сами у себя готовы. У себя лапшичные. То есть мы готовим лапшу и все блюда на ее основе. Значит, в ассортимент наших блюд входят японские рамены, так называемые. Вот этот флажок, который висит, это по-японски написано рамен. В пытой сковороде можно сделать все. Это называется цайдао. Это основной инструмент китайских помарок. Индукционные плиты появились. В нашем кафе стоят как раз индукционные плиты. Очень высокая мощность, 12 кВт, одна горелка. Эта горелка 3 кВт, у нас по 12 кВт. То есть там сковорода раскаляются магнитально, не хуже газа. Значит, КПД газовой горелки где-то 25%. Остальное мы греем воздух. В индукционной плите 72% кВт, а все остальное мы греем воздух. Поэтому меняйте свои керамические плиты на индукционные. Ой, флаг. Флаг был бы, я бы сказал. Меняйте. Меняйте свои керамические плиты на индукционные. Видите, что я делаю? Я грею сковороду. Я колю в бок. Вот он колется, видите? Только после этого я наливаю масло. Смазываю маслом в бок. Слушайте, горячее, конечно, можно. Осторожно, что с горячей сковорода. Лучше включить меньше температуру для того, чтобы курица не сгорела. Сейчас я должен просто приготовить курицу. Не бойтесь, если вы немного недоготовили. То есть вы сделали медиум курицу, да? Когда вы едите кисло-сладкое блюдо, если нет удара уксуса, значит приготовлено неправильно. Значит китаец готовит неправильно. Поэтому вы когда берете, первая должна быть оттушка, удар в нос, уксус, а потом пошла ваша сладость и вкус к съеду. Курица, вы чувствуете, какая она совсем другая курица, нежели она, когда просто курица жарит? Да, потому что.